привет дорогие друзья рада вас видеть на новом осеннем видео сегодня будем рисовать с вами осеннюю лисичку немножечко даже переработаем референс делаем его поярче думаю каких-то листочков добавим еще на дальнем плане лисичку оставим такой же яркой видите я подготовилась создала осеннюю атмосферу тут сходила набрала листочков какие нашла оранжевых не было к сожалению ярких но вот такие желтые и видите красно-оранжевые были поэтому мелкие у меня тоже сейчас в цвет конечно нам понадобятся не только такие оттенки также другие дополнительные цветов будет довольно много хоть и сдержанная относительно такая по колориту картинка получится у меня бумага это санелье постель карт такая песочная по оттенку не только по оттенку но и по текстуре да кто на ней работал то знает что это если сравнивать постель матом например до постель мат более такая гладенькая более нежная постелька она более грубая по текстуре и я подумала что настало время на ней поработать у меня вот этот листик лежал держал и вот самое время его использовать кстати в отличие от того же пастель мата вот это пастель карт оценали е она не не может участвовать в разных моментах с водичкой вот это песочное напыление носишь то смывается то есть она менее такая устойчивая получается вот то есть такая картон очка идет толстая у нее по моему тоже 340 или 360 грамм 360 наверно и даже вот на камере видна ее вот такая вот фактурка такая песочная объемная вы трете пальчиками и она как будто оставляет такой небольшой песочный след в общем работы могут примерно похоже выглядеть и на пастель мать и и на пастель карт санелье там и на консами dance touch но они все равно очень отличаются друг от друга сами по себе именно как вот бумага по составу я вот на такие лягушечки из малярного скотча чтобы у меня все с обратной стороны закрепилась прикрепляю наш листик сейчас его ровненько сюда поместим и так вот и чтобы у меня была задействована вся область нашего листа давайте начнем с того что будем намечать нашу композицию бумагу тоже возьмите какую-то теплую какую-то светлую да можно и чуть темнее какая-то сиена может быть либо охрану во что-то такое солнечное осеннее теплое по цвету это будет довольно логично и гармонично выглядеть давайте возьмем какой-нибудь коричневый карандаш с которым на мете можно прям любой любой я вот взяла такой коричневый брюнзил карандашик и будем смотреть по композиции в принципе все как есть перенесем единственное я хочу вот это дерево которое за лесу и находится может быть чуть шире сделать ширину и чуть левее сдвинуть потому что уж очень она там посередине как-то меня это прям смущает хочется интереснее сделать композицию слышите она даже прям шуршит шуршит эта бумага тогда по ней карандашом рисуешь но наверное более такие пушистые скажем и живописные вещи на ней получаются если сравнивать это с постель матом не обязательно вам брать ее для этого рисунка можно и любую другую бумагу просто непонятно чуть эффект будет отличаться поэтому не переживайте если прям ее нет у нас не такой сюжет сложный поэтому берите такая у вас рядышком сейчас это мы изобразили дерево которое на переднем плане по высоте она может быть там одна четвертая да вот с левой стороны там 1 5 с правой ну чтобы небольшой кусочек был и в зависимости от формата у меня вот здесь даже 25 на 32 у нее размер поэтому выберите можно 4 можно чуть побольше например даже 3 можете взять чтобы прям более подробненько все прорисовать давайте наметим дерево которое за лесу и находится потом саму лесу дерево как раз вот как-то вот так я предлагаю диагонально сохраняем и вот так его внизу вводим пусть чуть больше будет место справа может быть даже еще чуть-чуть посмотрим вот так вот наверное вот так вот чуть-чуть подвинем и где-то можно капельку-капельку я вот свое дерево подниму чтобы леса очень снизу не находилась но сейчас если что какие-то мелочи будем с вами двигать леса прям под солнцем поэтому рыжая рыжая получается на нее солнышко прям вот чувствуется да вот как это теплый свет на нее падает попробуем с вами это ощущение передать сейчас очень вот так вот образно легко я нахожу форму при том она видите как интересно на задних лапах сидит то есть немножечко она как бы присела на них получается но сейчас этим разберемся главное ноги очень длинные не делать а то как волк такой получится нам нужна милая веса получается овальчик вот такой это тело наше небольшой его где идет задняя лапка и сюда помещаем голову сейчас примерно вот все это как-то так обрисовали а дальше будем прорисовывать именно в деталях главное пушистую такую грудку сделать так ну что сейчас будем чуть-чуть корректировать тело у меня длинновато получилось будем это все передвигать и давайте проверять начнем с какого-то пуска например вот с лапы я обычно так всегда делаю когда наметила потом беру какую-то часть и все уже под нее все подстраивают главное ее прорисовать вот скажем наша лапа которая видите как она поворачивает тут даже две лапы на самом деле просто они идут так себе чуть приблизила изображение потому что они находятся в тени даже дело не в то что в тени а вот этот цвет коричневый у ее лапок она их немножечко так как бы прогибает на дереве он с цветом дерево очень совпадает поэтому приглядитесь увидите здесь еще одну вторую лапу прям линиями можно ее дублировать то есть она как бы такая при полуприсела можно сказать представляете так вот смотришь вроде леса леса стоит на дереве нету столько всего интересного открывается хорошо теперь я вам говорил да у меня длинноватые тела по получились поэтому я чуть-чуть животик делаю ниже и когда мы смотрим что плюс-минус у нас передняя лапа нормальная мы от нее можем померить расстояние до следующего а по сейчас ведь у меня на такое большое такая как длинная длинная вот здесь как такса практически получилось но так как это леса нам нужно сделать это расстояние меньше здесь получается у нас но не две но почти что 2 может быть чуть меньше ширины вот одно из лап опять же примерно но все равно это нам дает уже какое-то нужное ощущение дальше помещаем вот так задние лапы тоже ориентироваться можно на то что мы уже с вами нарисовали то есть на передние лапки интересно очень поза задам такая прямо сначала я смотрела не был даже вообще такой мысли что она как-то присела там видимо она что-то но процессе каком-то там находится так все вот такая довольно крупная задняя лапа при том посмотрите что вот завершение ее вот где мы видим такое сдали не заканчивается круглая чуть-чуть выше серединке тела наверное да и от нее кстати можно сразу спинку показать кто хочет сделать лесу пушистей можно ничего страшного пускай она будет там пушистая пушистая давайте теперь сделаем хвостик кстати за того что задняя лапа тоже пушистая уголок который образуется от задней лапки хвостика вот этот он находится примерно на уровне чуть повыше на уровне живота примерно поэтому хвост вот так вот опускаем хвост толще чем задняя лапа делаем его довольно обширным пушистым пушистым сейчас она меня все равно чуть-чуть крупновато на посмотрим принципе ничего страшного если будет более округлые леса с большим количеством шерсти я увожу в линию наверх от передней лапы и тем самым сейчас мы найдем расположение мордочки можно себе отметить для удобства где пойдет светлый участок у грудки потом на относительно носика да он примерно посередине всего тела поэтому можете его изобразить но чуть-чуть чуть-чуть повыше поднять то есть вот у нас есть лапка мы видим как она поворачивает от нее примерно вот такой вот где-то пензикуляр будет от нижней лапы где-то здесь получается мы нашли нос и от носика будет проще уже все остальное лицо хотел сказать я мордочку доделать какие уши уши ушки кстати рядом друг с другом тоже далеко старайтесь не ставить иначе будет похоже на волка что волков они прям подальше угол носиком примерно нам передаете здесь такие глазки у нас пушистость там где голова шея но улыбочку потом уже мы более мелко так на что примерно мордочка готова ушки я сейчас уточню сейчас видите без какой-то супер детализации нам нужно в композиции определиться если базовые вещи у нас будут правильные то все остальное тоже уже подстроиться победа так нормально на самом деле глаза насчет глаз там они примерно идут на диагонали смотрите носик у там глаз и потом внешняя сторона ушко то есть где-то вот эту точку примерно посередине будет глаз находиться такие вещи находите небольшие и за счет этого себя проверяете все ли у нас там правильно или нет давайте немножечко отвлечемся можно легко так вот пару показать потом тень идет на дереве рисовать где-то чуть-чуть передний план дерево кстати но вот здесь данным так продолжается немножко меня получилось да что за счет именно ширины я его чуть перенесла на вот пускай на таким остается наверх какие-то веточки веточки тоже далеке какое-то дерево насчет фона хочется его сделать более осенним что ли я думаю мы идем с вами какие-то коричневатые не теряя при этом яркости самой лисы то есть леса все равно более должна такая насыщенная по цвету получится проверим сейчас основные подробности задняя лапа задняя лапа у нас видно да вот небольшой такой серенький участок там есть это же по цвету видите эти лапы их кончание похоже на коричневый цвет дерева главное не перепутать все все вроде нормально мы с вами изобразили ну да вполне сейчас смотрю может быть чуть крупнее у меня голова но эти мелочи мы уже сможем дальше поправить ну что давайте будем приступать уже к цвету предлагаю сначала сделать фон потом сделать дерево которое находится за лесой потом сделать саму лесу и потом передний план вот звучит очень неплохо да с чего мы начнем давайте подберем различные коричневатые оттенки вот я здесь парочку уже положила у меня есть и более твердые мелкие есть и более мягенькие вот типа как сонелье и что-то среднее вот например как такой деле ровни деле ровни они мне кажется как такой аналог на что-то похожее в любом случае на рембрандта на такие же длинные длинные мелочки то есть не очень мягкие не очень жесткие получается такой средний какой-то вариант что насчет фона вроде бы есть и светящиеся моменты но все равно леса на нем должна выделяться и дерево тоже на дерево тоже освещено солнце такой про яркий закат получается давно и кстати не рисовала на сонелье бумаги прям вот очень давно поэтому буду делить впечатлениями на не кстати чуть получше растушевывается но чуть-чуть легче я имею ввиду чем на пастель мать и поэтому опять же она такая более живописная скажем так под словом живописная я всегда имею ввиду что типа чуть меньше детали да поэтому кодовое обозначение такое оттеночек возьмите какой-то нейтральный коричневый не очень сейчас уходящий в желтый или в рыжий скорее в какой-то розоватый даже сиреневатый фиолетоватый и так далее все это для того чтобы лесу выделить на фоне нашего оттеночка поэтому чуть-чуть сверху я добавила и сразу между хвостиком и задней лапой прямо очень много чувствую сверху остается слой мелка тем более у меня еще вот этот мягкий такой пигментированный мелочек с теми руками которые пожестче немножечко вот по-другому работает но все равно позволяет мягко довольно быстро распределять но полностью в эту бумагу не втирается слой пастели даже если вот есть чистые вот такие участки в отличие от пастельмата с пастельматом там прям можно практически в ноль во все ячейки заполнить цвет мелка так ну что можно еще парочку каких-то нейтральных коричневых у меня здесь вот этот более красноватый который дейлеров не более такой бордовый даже поэтому сейчас просто вот так вот в разброс разные оттенки мы добавляем можно начать более плотных сначала этот кусочек сделаем на нем покажу более плотных я имею ввиду прям какие-то средние коричневые нее не темные светлые а потом добавить уже светлых моментов туда растушевать сейчас я думаю какой-нибудь темнее голубенький добавить кстати очень красивый который почти закончился это набор такой дешевый было без артиста такой недорогой и у него был хороший ну как был он еще остался хороший голубой который как ни странно очень мягкий и такой вот нейтральный нужно будет посмотреть может быть у них еще в каких-то наборах у такой голубенький есть как-то потом вообще мне понравился ну про это я вам довольно принципе ну что давайте растушуем холодный оттенок вместе с коричневым если вы все это делаете на какой-то обычной бумаге до какой-нибудь сексом либо фабриана да либо что-то еще то есть обычная пастельная не такой не абразив то у вас скорее всего все еще легче растушевывается принципе на ней вполне можно сделать такой сюжет с нормальной детализацией весы так что у кого нет какой-то классной бумаги с напылением ну как классно просто она где-то больше детализации дает не то что что-то одно хорошее что-то плохое вовсе не просто под разные разные нужды скажем так вот сушит шуршит шуршит все постоянно потому что у нее довольно такое но сильное покрытие скажем так вот и немножечко каких-то разберенных моментов коричневый краешки бумажки тоже я цвет распределила несмотря на то что вроде бы да очень неплохо распределяются но в то же время там где вы нанесли определенный цвет он держится поэтому сильно каких-то таких перемешиваний например здесь голубого и вот этого бежево-розового его не происходит так я кстати вам говорила что хочется чего-то более 7 вы сюда да и все и на этом все закончилось давайте парочку оранжевых каких-то более ярких светящихся моментов для поддержания осеннего настроения например вот хотя бы вот так да вот так и наверное что-нибудь скоростного там а то сейчас вот этот желтый зеленый какой-нибудь станет таким вот чуть я перестаралась ну ладно перестаралась чуть-чуть нужно будет сюда заново светлый возвращается очень забываю иногда что они такие концентрированные вот это тоже санелье мелкие ручной работы из набора портрет до сих пор он у меня есть но как не все конечно мелкие но какие-то так хорошо давайте чтобы немножечко понежнее все это сделать снова вот светлого на этот яркий добавляю все и не будем больше мучить этот кусочек крошится он конечно именно бумаги прям остается много лишнего нужно там вот хочется все это сдувать все чуть-чуть красноватого добавили осенняя тема у нас получилось вроде бы поэтому идем идем сюда и здесь кстати тоже как раз есть красноватые моменты можно будет это немножечко немножечко по утрировать сделать поярче но пока вот эту основу я предлагаю вам сделать как она не была у нас то есть какие-то коричневатые средние вокруг самой лисички а дальше туда уже подобавляем всего интересного обходим сверху нашу лесу дереву подходим хочется какой-нибудь прям такой еще более светленький давайте может быть что-то такое розоватая возьму тоже деле ровня вот такой разбеленный коричневый оттенок получается они неплохо будут друг с другом сочетаться особенно сейчас на фоне будет на желтеньком на охре до ощущение что он там в розовый в розовый уходит но у него и правда есть такие моменты я сначала нанесу разные оттенки а дальше мы это растушевывать так как я уже сейчас до понимаю какое количество мне нужно нанести чтобы все это хорошо растушевать я не заполняю все прям полностью полностью такое оптимальное количество пастели наношу сюда на бумагу чтобы потом понимать что у меня все это там растушуется мягко но в то же время слой не будет слишком большой такая золотая середина чтобы здесь была и старайтесь цвета как которые у вас были слева чуть-чуть и справа тоже подключать иначе они будут смотреться как разные участки поэтому и голубенький где-то сюда давайте стачивается прям вообще просто моментально такая как хорошая хорошая наждачка много уходит за что кстати знаете вот за что я вспомнила сейчас за что я ее не очень люблю очень большой расход постели особенно когда какая-нибудь дорогая постель и как бы вроде жалко столько уходит на постель мать и столько не уходит там прям чуть-чуть чуть-чуть а здесь довольно много забирает ну вот так если не знакомы с этими бумагами да можно с чем сравнить тогда представьте наждачку более мягкую такую гладкую и наждачку которая прям жесткая жесткая и вы понимаете сколько одна заберет у вас мука и сколько другая вот тоже самое все теперь мне все ясно а то я уже тоже забываю эти моменты понемногу ну как я утрирую конечно понятно что это очевидно если более крупная вот это зерно песочное то и мелко будет намного больше туда погружаться это нормальная история но везде свои плюсы и минусы зато легче растушевывать это точно кстати с пальчиками вроде бы нормально многие знаете жалуются что там вот все эти пальцы страдают если растушевывать можете кстати брать и растушевочную палочку сейчас на какой-нибудь для примера возьмем более-менее с чистой стороной можно и растушевкой растушевывать просто мне хотелось попробовать насколько легко это идет растушевки то всегда легче перемещаются слои после нее все равно пальчиками нужно по заглаживать и тут уже не важно на какой бумаге вы это будете делать иначе будет просто такой не очень аккуратный эффект переходы могут быть неровными мне нравится когда все-таки такие ровненькие переходы и немножко заходим даже во внутрь нашей лисы чуть-чуть ее можно сделать так вот меньше по силуэту специально потом распушистим ее на участок фона ну вроде бы и неплохо да посветлее единственное здесь давайте чего-нибудь туда яркого добавим можно вот такой в рыженьке я добавлю пару моментов чуть-чуть в рыжий и какой-нибудь красновато-рыжеватый ну вот теперь растушевываем если где-то уж очень перемешаются всякие серенькие голубые с желтым может какой-то грязноватый оттенок образоваться принципе для нашего фона сейчас это не страшно то могут быть всякие сложные коричневые серые сочетания но если вот вдруг сейчас на примере каком-то на вот это вам покажу вы смотрите что что-то вроде бы хочется как-то почище поярче позвонче понежнее и так далее видите какой слой большой да прям пастель и уходит да прям слушайте более грязная работа на сэнергия какая-то антиреклама у меня сегодня ну что поделать да на пастель мать это же когда делаешь фон все вот это может чуть-чуть улетать куда я потом все это собираю там салфеточкой какой-нибудь свой просто чтобы все это в одну сторону либо кисточкой большой пушистый можно тоже собирать здесь прям очень как-то летит летит и мы говорили если где-то какие-то грязноватые моменты получились на них вы можете чуть чуть какого-то светлого добавлять беженького розового например и перемешивать с тем цветом который у вас до этого здесь и он будет его немножко смягчать и даже самые какие-то грязноватые участки которые могут казаться они будут становиться пастельными более нежными более легкими и это также сработает если вдруг немножко перетемнили немножко еще давайте таких эффектов разумните осветление добавим сверху над лисичкой может быть туда поместим еще что-нибудь и так вот ярче и будем уже идти идти дальше где-то у меня и пустоты небольшие были где светилась бумажка поэтому вот так вот все хорошо перемешиваю вроде бы и свечение у нас есть давно в то же время фон смотрится довольно плотно даже сейчас а мы еще не делали нашу лесу супер яркой с вами можно кстати каким-то маленьким пылесосом тоже собирать все вот эту лишнюю пастель таким знаете который ручной например небольшой это удобно ну что нормально наверно только чуть-чуть переходик помягче прямо с пальчика нанесу надо ушами наши лисички главный полностью не потерять а то у меня вот она да уже почти как без ушей получается ну вот тут тоже чуть чуть больше светлого сейчас сделаем это знаете для того чтобы потом дерево которое будет здесь далеке она темнее и будет красиво если появится свечение такое такое яркое и даже вот чуть-чуть пальчика вот такого голубенького возможно нанесу чтобы очень уж розовый не был цвет вот так теперь давайте сделаем дерево по оттенкам три таких основных цвета в нем присутствуют если мы не говорим про падающую тень от лисы которые снизу получается такой светящийся как бы белый он кажется нам да на самом деле тоже не не чисто белый какой-то оттенок потом идет красновато-рыжий оранжеватый такой близкий по цвету как сама лисичка и такой серо-коричневый который более холодный зеленоватый где-то в синеватый уходит с правой стороны где те несмотря на вот такой вот яркий свет прямой все равно тень она видно что находится у нас справа это мы можем заметить поэтому дереву как раз по лисички просто справа тоже идет тень на шерсти но слева он переходит больше в теплый такой коричневый как мы будем делать до чтобы у нас все это просто легко произошло давайте начнем с вот этого коричнево серого какого-то да поэтому посмотрите что из ваших оттенков на него похоже у меня похож вот этот который был фоне сейчас мне кажется при том я его вообще всего потрачу на эту работу кстати хороший коричневый он из наборчика вот такого небольшого сонелье который я докупала хотела положить мою большую коробку уже такую потрепанную вот но не переложила и вот так она хранить в принципе удобно там белый голубые красивые поэтому берем какой-то не яркий серовато-коричневый легким слоем покрываем все наше дерево потом карандашиками по краю с вами доработаем сейчас так как относительно площадь большая даже если у вас это может быть и 4 все равно дерево так нормально место занимает можно мелком поработать это первый слой и постарайтесь также не его не растушевать можно в том случае если у вас она абразивная пастельмат например в плане сонелье но чуть-чуть можете так вот стороны в стороны слегка поперемещать если обычная бумага оставляйте как есть это нам будет нужно для того чтобы фактура уже сама начала потихонечку создаваться то есть механически не именно за счет прорисовки а именно из-за того как слой мелка он лежит сейчас на бумаге дальше здесь два варианта либо мы подбираем с вами мелок который будет по цвету похож на цвет рыженькой коры на дереве можно взять карандаш если у вас формат меньше либо вы переживаете что как-то туда будете не попадать мы сделаем я сделаю точнее два варианта сначала начну с мелка сейчас посмотрю какой мне больше подойдет по цвету этот очень в красноват его вот это прям хорошо самое интересное что вот в этом наборе сонелье портрет который у меня очень очень давно потому что там я не для портрета его понятное дело использовала но они такие довольно все сложные приглушенные поэтому неплохо работала так я к чему что даже какие-то похожие по цвету вот такие мелочки они разные по мягкости это зависит от самого пигмента потому что пигмент каждый но в зависимости от оттенка он там разными способами добывается и поэтому какой-то может быть более грубой какой-то более мягкий то есть чуть-чуть идет отличие не получается такого что все мелкие они какой-то одной консистенции все равно даже в наборе они могут отличаться тоже интересная да такая тема прям любопытная вот такими вот волнами длинненькими добавила я рыжий наверх где-то у меня так просветики бумаги остались сейчас давайте мы наверное более подробно сделаем верхнюю часть тут уже нужно будет подключать карандашики либо какие-то тоненькие мелкие вот хотя бы что-то вот вроде такого которыми будет удобнее попадать туда поэтому делаем верхнюю часть потом нижнюю да и потом мы с вами договорились что сделаем лесу надо знать наверное не лесу а вот еще вот этот кусочек доработаем потом дерево здесь вот эти елочки веточки потом уже лисичку ну что наше дерево и будем карандашами его дорабатывать коричневые не очень яркий можно взять давайте покажу какие у меня есть варианты один он более теплый такой как шоколадные даже можно сказать вот такой бронзил которым мы намечали можно так вариант взять и не что-то более такое приглушенное какой-нибудь сепию даже можно взять такой сера он серо-черный у меня но на самом деле он и немножечко в теплинку уходит как ни странно вот такой вот фабор серый он в принципе пожестче поэтому мне кажется подойдет бронзил конечно прям мягковат а вот этот он будет как раз знаете такой царапающий эффект коры там добавлять и еще что про что мы не поговорили получается что больше дерево у меня сверху получилось да то может быть из-за ширины листа то что он более широкий поэтому сейчас доделаю дерево если у вас такая же ситуация тоже так можете сделать немножечко такого блюра какого-то сверху добавим растушуем эту область потому что она сейчас нас резко будет вот так вот обрезаться в краешек листа хочу немножечко смягчить вот этот кусок и больше внимания будет на лисички но это вот сейчас когда сделаем поэтому с этим темным мы начинаем с темных участков соответственно и тут это может даже довольно как-то хаотично происходить просто соблюдайте вот такие вертикальные направления не обязательно все сейчас нам прорисовать вы можете подстраиваться под те участки коричнево-рыжие которые мы до этого нанесли как они сами как будто образовывают карлута но по возможности конечно чтобы все это было у нас похоже поэтому ведем вот такие вот волнистые линии наверх можно следовать форме образовавшиеся можно и самим тоже немножечко по добавлять дополнительного сейчас прям с темными с темными местами со всеми работаем а светлые мы добавим уже после этого цвета и тогда у нас будет более контрастное более такой натуральное дерево будет поэтому сейчас будет все так шуметь шуметь придется нам пережить этот момент что делать так и здесь наверное еще одной вот такую складочку я проработаю потому что там дальше идет тень и выглядит это очень неплохо уже принципе да начинает становиться похоже на дерево несколько вот таких вот засечек каких-то углублений промежутков добавим то здорово что нам сама фактура будет помогать но узнаете в любом случае сейчас если вы таким способом нанесли на любую бумагу вас тоже будет видна фактура поэтому главное не тушевать сильно особенно если у вас но бумага сразу прикрывается цветом еще чуть плотнее тени с правой стороны по тем очкам тоже пройдемся потому что очень какой-то он серый-серый совсем мне не нравится справа я хочу туда какой-нибудь зеленоватый синеватый в общем что-то вот сюда холодное добавить буквально капельку можно даже с ярким цветом вот такого вот синенького синий яркий у меня 55 бронзил он конечно насыщенный но я много добавлять не буду просто немножечко для такого холодненького и чуть-чуть уходящего в какой-то синий зеленый оттеночек такой так отлично и стачивает конечно тоже карандаш и так сильно сильно чуть чуть еще темнее справа к верхушке листа отбираюсь нормально уже по оттенкам осталось добавить нам светлые светлые участки что это будет за светлый по цвету это может быть сочетание какого-то белого вместе с желтым желтый вы можете взять прям какой-то помягче посмотрите из моих светлых будет мягкий вот такой вот стабила у них по моему вот этот вот эта цифра за оттенок отвечает значит это 692 стабила и уголь от кохинора про который мы с вами говорили вот такой вот у меня под вторым номером так ну давайте начнем предлагаю сначала это сделать с желтеньким легко разметить где у нас идут светлые участки работа может идти и параллельно например да вот так вот вы чуть-чуть желтеньким где-то поработали потом берете белый добавляете его на желтый принципе здесь возможно что белый попадет и на оранжевый у вас уже будет этот более тепленький оттенок но я думаю не помешает немножечко еще оттеплить все эти моменты можно и потом можно и потом на тогда просто желтый у вас видеть может быть более интенсивно но свечение это хорошо да нашем случае вот это теплое поэтому пускай она будет если хотите сделать его там поярче дерево еще более каким-то солнечным я думаю это вообще не проблема от этого точно уже не будет и еще мы с вами все-таки стараемся чтобы светлый у нас работал на светлых участках какие-то конечно мы вещи заново будем создавать да какие-то пятнышки точечки выделения светлым но подстраивайтесь под уже светлые моменты да вот здесь например у меня светлый кусочек это значит что будет логично если я вот на него чуть-чуть белого добавлю ну и конечно так как мы с вами уже определились что свет находится у нас слева соответственно слева будет интенсивнее белый он будет более яркий справа мы сделаем его более нейтральным можете кстати и мелком тоже для таких моментов пользоваться но лучше чтобы он был какой-то длинненький вот такими маленькими просто будет неудобно подвязать это может быть некомфортно как-то поэтому лучший вариант это либо мягкий какой-то карандашик либо мелок более твердый если у вас больше размер бумаги можно и вот с острой стороной до какой-то вот такого плана взять мелок но следить за попаданием на нужные участки у меня он еще более жесткий это из это на сайте джексон сарфия покупала и у них же у джексонса вот такой вот был набор пастели очень очень недорогой они довольно твердые да поэтому и цена тоже такая если это экстра софт какой-нибудь то все это идет дешевле здесь у них было ой если если пастель ручной работы экстра софт дороже понятное дело если там мелкие более жесткие берете то они будут подешевле по цене так вот здесь тоже добавляем белый на рыженький и посмотрим еще будет наверное один светлый участочек здесь посередине ну да наверное вот стоит еще одну светлую полосочку посередине добавить как-то я не совсем до один в один следую рисунку на дереве но что поделать с деревом можно себе такое позволить с мелком кстати тоже очень неплохо он более знаете такие хаотичные дает пятнышки и разнообразно получается так что у нас справа вот справа нужно будет очень осторожненько если мелком то с острой стороной именно добавить белый цвет там где свет у нас еще попадает тем самым подчеркнуть темные моментики справа все примерно так базово да мы раскинули белый цвет дальше можно какие там небольшие такие прожилочки подробности там по добавлять и выделить самые светлые участки посмотреть вот среди всей этой красоты где самый яркий белый цвет у нас будет а это скорее всего вот здесь да вот эта серединка между ними вот сейчас я обратила внимание идут такие небольшие пятнышки в общем фактурки чуть-чуть еще больше добавляем стараемся и в то же время сильно не уходить в осветление чтобы белом наше дерево не сделать поэтому интересная грань такая да вот то же самое что с фоном фон вроде светлый получается у нас точнее вроде бы темный но там есть и какие-то светящиеся участки то же самое получается здесь вроде бы дерево кажется нам плотное такое коричневая но там есть много белого который вот таким образом светится поэтому любопытно и любопытно и любопытно и вся эта история выходит небольшие пятнышки вот это можно уже каким-то и карандашиком сделать кстати карандашиком любым даже самым твердым вот этот например рембрандт вера он очень твердый до написано что он сухой поэтому казалось бы что он не будет рисовать но нет за счет вот такого эффекта наждачки которые есть у пастель карт получается что в общем любой любой карандаш все что хотите там остается любой мелок дорогой и дешевый неважно все они здесь видны именно за счет того что фактура как бы их забирает со светлым практически все практически все чуть-чуть наверное я бы только добавила с ярким белом света на участке посередине так вот некоторые полоски еще выделим дальше доработаем капельку с темным еще снова чуть-чуть каких-то прожилочек небольших и пойдем на дерево снизу главное найти до плюс-минус все те цвета с которыми мы уже рисовали потому что снизу свет будет похоже просто мы это все тенью закроем дальше темный либо можно даже черный какой-то взять я возьму черный вот такой от faber каста хороший черный твердый твердый потому что тоже иногда нужен для каких-то точности не всегда нужен супер мягкий там уголь черного цвета иногда вам нужно просто взять и сделать какие-то аккуратненькие детальки и что-то очень тонко прорисовать для этого пригодятся более жесткие карандаши поэтому это не значит что все мягкие карандаши это хорошо что все твердые это плохо нет просто нужно уметь грамотно это применять в нужной нам ситуации все карандаши они все равно нам подойдут также как и про этих про малевич да может быть мы с ними тоже кстати попробуем малевич на сомелье на вот это бумаги как у них там будет все это сочетание происходить потому что многие допишут всякие нехорошие отзывы что они очень какие-то мыльные что они не яркие там и так далее ну как бы да понятно что из-за того что у них ну вот такой вот внешний вид то есть другая форма нет обладки из карандашкой из карандаша хотел сказать из дерева то есть у них просто но другая система производства все это по-другому происходит и поэтому получается ну вот такая форма это же ну в сторону стиков уже таких карандашей они именно вот такого плана карандашиков поэтому они пригодятся для своих каких-то целей когда нужно ровно какой-то участок заполнить когда нужно что-то растушевать и прочее так что тут дело не в том что какие-то карандаши хорошие какие-то плохие должны они все быть только супер мягкими например как грунзилл да нет дело в том что нужно уметь в нужные нужный кусочек нашей работы добавить нужный карандаш вот мне кажется вот это вот это вот очень прям важно потому что как как иначе все можно использовать и чем больше у нас будет вот этого разнообразия будет больше навыков и мы сможем сделать с вами разные разные эффекты так это уже в какую-то лирику да все ушло нормально в принципе с деревом попробую сейчас смягчить давайте что-нибудь что-нибудь возьмем на пальчик чуть-чуть какого-то бежеватин кого вот такого нанесу можно чуть-чуть коричневого и попробуем легко все это кстати голубенький тоже я бы заново добавила давайте возьмем я возьму вот такой вот его добавлю вот он не очень яркий можно даже чуть поярче голубого сюда чтобы но не уходил вот этот любой потому что мне он нравится чтобы он где-то остался так это эксперимент да поэтому посмотрите как вам нравится ли у меня эффект потом можете себе это сделать вот такой вот уход в никуда назовем это так я так люблю честно говоря делать мне так нравится все это когда размывается что-то куда-то улетает и прочее когда есть четкости знаете такая мягкость уходит если вам не нравится то оставляйте четко потому что я тоже самое наверное снизу сделаю вот так чуть-чуть наверное восстановлю немножечко немножечко момент серединкой чтобы был плавнее переход то есть такой вот легкий легкий легкое размытие потому что даже в таком случае когда такой туманчик блюр он идет то самые контрастные участки они все равно лучше видны светлые и темные так что светлого можно чуть-чуть как раз таки добавить но мне кажется неплохо да давайте я так оставлю на вы посмотрите как вам больше нравится можете так сделать можете и оставить дерево четким переходим на нижнюю область по такому же принципу давайте сделаем берем темный можно тут взять уже и черный прям и делаем с вами разметочку как бы кору показываем можно довольно ярко потому что часть ее она все равно уйдет с тем же черно мы можем сейчас сделать еще одну важную работу кстати за счет этого дерева поправить наши лапы наши лапы тут они вообще прям очень сливаются с деревом конечно я вижу так вот одну лапку вот она идет контур нужно сделать более понятным в общем сейчас вот этот лапу нам нужно сами прорисовать показать как она уходит дальше здесь получается куска дерева не хватает и тут примерно примерно контур передней лапки так все то есть вот вот он кусок с которым мы будем сейчас с вами работать да нужно будет снизу чуть-чуть коричневого добавить я видите не довела до этой области вспоминаю что там было да потому что вот здесь часть коры и лапа прям вот очень они сливаются но мы с вами принципе так и сделаем как на референс и будет они будут похожи по тону но немножечко и здесь больше рыжего потом добавим посмотрим теплый у нас здесь был сейчас на фоне лисы вот здесь рыжие участки они как будто бы уходит в такой охриста даже зеленоватый поэтому можно чуть где-то поярче сделать сочетание вот сюда с теплым если говорить про зеленоватый можно какой-нибудь там чуть-чуть даже карандашик сюда подключить просто для разнообразия цвета видите там есть какие-то участки чуть-чуть в в теплый зеленый это мы сделали уточнили все затемнения которые идут в коре собственно кору вот так прорисовываем можно в несколько этап сделать рыжего принципе здесь достаточно достаточно у нас и коричневого давайте перейдем на мелок чтобы много и карандаша тоже на все это не тратить какой-нибудь темный можно вот в такой серый например взять либо взять какой-то цвет коричневый вот этого кстати в деле ровнее серого у него вроде бы такой хороший цвет на какие-то участки него очень сухие и не позволяют нанести много цвета такой знаете как царапающие мелки которые бывают серенькие я перемешаю с таким коричнево-рыжим чуть-чуть и возьмем возьмем что-нибудь потемнее давайте прям черный можно взять с его помощью нам нужно будет показать тень и намек еще разочек на прожилки какой-то холодники там все равно должен в этой тени участвовать хоть кажется нам что там вроде бы все теплое но тень она всегда всегда будет холоднее и если вам какой-то холодники туда с вами добавим вот в этот кусок то это поможет висе стать более яркой более солнечный сейчас пока что все без белого дату сейчас у нас все такое темное темное успеем еще с вами белый туда добавить отлично надо только вот видите столько лишние пастели убрали по цвету по цвету вот здесь тоже можно взять белый принципе на свету в тени предлагаю вам взять что-нибудь приглушенное например какой-то в сероватый можно даже вот смотрю на другой взяла не тот голубоватый зеленоватый цвет какой-нибудь светлый но не белый то есть вот где участок тени вместо белого вы добавляете какой-то светлый не яркий чтобы все выглядело у нас реалистично но яркого белого там в тени не было тем не менее вот так вот по чуть-чуть по чуть-чуть светлого на участок тени добавили что насчет холодненького где-то тоже можно будет интересно выглядеть тем более с рыженьким красиво смотреться и сейчас снова можем перейти на какой-то белый белый там будет вообще кстати любую любовь сейчас посмотрим какие у меня тут рядом ну кстати карандаш уже наносится не очень ярко по такому нормальному слою точнее не оставляет супер яркую линию поэтому возвращаюсь к моему мелку тем более что хорошо у мелков которые с квадратным срезом можно и что-то тоненькое острое вроде бы прорисовать и в то же время полностью закрасить так нашим наш свет до чтобы здесь более такая конкретная форма как такой квадратик до светящийся у нас получился поэтому белый именно вот на него добавляем добавляем выделяю вот так эту область где-то до вот до лапки до лапки доходит этот кусок хорошо отлично отлично наверное чуть-чуть еще где-то больше яркости посветлее принципе сюда можно какого-то желтого сильно не добавлять на свет потому что рыженький попал как раз на эти кусочки и у меня он уже теплым довольно воспринимается этот белый хорошо чуть наверное вот мне не хватает немножко знаете какого-то красноватого что ли вот здесь на участке теневом добавлю туда такой красный коричневый там кстати нужно будет еще с черным поделать это идет сиена у нас от малевич хороший цвет для рыжих всяких животных кстати очень давайте заново но не заново в дополнение в завершении скажем так снова на какие-то участки чуть черного еще чуть больше где-то подробностей уже именно сами линии добавляем какие-то линии точки какие-то отверстия промежуточки в дереве чтобы более объемным все выглядело похоже было у нас на кору так мне кажется хорошо да все смотрится объемно неплохо парочку каких-то мелочей можно добавить ну что давайте делаем тогда кусочек справа заодно у нас будет все готово в со всех сторон практически кроме нижней для лисички что здесь у нас что у нас здесь лапа 2 рядом с ней идет темный участок дерево мы сейчас немножко его добавим там принципе не сложно потому что в тени и видите какая история тень падает как бы очень прямо на лапку светлый участок снизу идет такой прям светящийся вот сейчас чуть подробнее лапы сделаем такие вот подушечки у нее идут одна вторая лапа пока что ну вот вот этого нам хватит по подробностям и что еще и вот эту вот корягу дерево с этим я на высоковатым да чуть ниже сделаем ладно так уточним вот она вниз уходит да здесь справа где-то продолжается само дерево я сейчас уточняю простой черным карандашом чтобы мы не запутались да мы заново как будто все это находим вот здесь еще одно дерево а здесь идет продолжение нашего основного большого дерева поэтому на большое можете какой-то плотный коричневый добавить можно его с черным даже перемешать и можно даже нужно скорее тут какой-нибудь холодный вроде какого-то холодного серенького такого вот так и светлых участков там тоже есть холодный оттеночек можно взять голубого вот такого и сейчас сделаем вот вот эту область она смотрите вроде бы такая коричневая теплая но с холодными моментами поэтому предлагаю взять взять такой красновато-теплый коричневый им легко эту область заполнить дальше из-за того что темный можно добавить туда прям черный заодно будет выделение сухого дерева на переднем плане черном поработаю чуть-чуть и над фактурой где-то чтобы бумажка там оставалась светилась пускай она будет принципе там и теплый цвет вот этот нормально будет выглядеть я имею ввиду вот цвет бумаги сочный вот так вот сделали сделали и давайте холодной холодной и что-то на свет голубое можно даже немножечко бирюзово какой-то зеленоватый сюда чтобы было ощущение что эта область находится в тени у нас сделали сделали чуть-чуть теперь можно и перемешать пальчиком потому что это у нас далеке где-то легкую такую фактурку оставляйте по возможности да вот чуть-чуть пускай она будет но все равно смягчаем эту форму и можно сделать я бы знаете даже что каким-то вот каким-то вот зелененьким бы добавила холодно сейчас посмотрим или сочетанием зеленого с голубым потому что я вижу прям там холодный с зеленого-голубого там таким почему бы и нет да чуть-чуть добавлю сейчас если будет яркий просто пригасим все это немножко серым но я и также вижу здесь контур немножечко светящийся который идет по краю и чтобы очень ярко не получалось возьмем серый такой серый тоже такой он приятный заканчивается номер даже уже не помню потому что видите он сточился какой там несколько этих серых светлых уставила они все такие прям приятные для знаете такого момента заглаживания чтобы что-то было более такой плавное нежное они прекрасно подходят все эту границу мы сделали нормально здесь чуть-чуть какой-то фактурки такой снизу остается темный можно даже еще чуть потемнее на принципе нормально или дайте здесь еще чуть-чуть рядом с лесой чуть-чуть еще больше черного и его вот так вот мягко распространить отлично давайте смотреть что там с нашими происходят растениями какие-то хвойные растения да однозначно есть они в тени есть на свету я предлагаю начать с тех что в тени там цвет будет более теплый можно взять какой-то коричневый с чуть-чуть теплым оттенком можно вот тот же бронзил который мы замечали сорок четвертый он и давайте сделаем возможно чуть попушистей чуть побольше этих веток чтобы нам было как-то поинтереснее рисовать сначала намечаю ветки так вот четыре таких штуки давайте сделаем здесь которые вдалеке идут тоже их можно обозначить и вот еще одну пушистую веточку у нее есть свет на верхушке но это пока что опускаем просто ее форму так вот обозначаем еще одна яркая кстати ветка здесь лапы лисы это будет в конце снизу тоже можно чуть попушистей так это мы сделали да то есть уже красноватый такой оттеночек есть на растушевывать наверное не будем есть так оставим и я возьму темный зеленый сейчас посмотрим может быть его нужно будет еще где-то затемнять такой классический афор из грин называется вот это 410 от дервин то он есть по моему во всех во всех наборах такой классический принципе неплохой но немного такой немножечко мыльный по цвету чуть-чуть но интересный в том плане что он при определенных смешениях кажется холодным например вот так вот сейчас да он кажется чуть-чуть в холодный а иногда бывает его тоже где-то наносишь он кажется уже каким-то теплым нормальный в общем цвет и любой темно зеленый берите он здесь подойдет потому что скорее всего все равно будем это с вами затемнять здесь видите прям плотная плотная тень и соответственно вот эти листья но веточки да там елочки и прочее они не могут быть прям такими яркими по нанесению просто от веточки я добавляю пушистые штрихи в сторону стараюсь чтобы была разная концентрация штрихов на одном участке чтобы но не была такая ровная елка знаете как вот в детстве когда мы ровно-ровно это рисуем старайтесь наоборот немножечко как-то более криво более неоднородно сделать потому что это все у нас природные формы и они у нас не симметричные неровные только вот такая вот иллюзия вроде бы ровной формы но каждая веточка она там разная разная так мы с вами и стараемся сделать где-то погуще где-то пожиже и так далее давайте попробуем вот такой вот теплый добавить особенно на окончании ветки потому что там будет больше света красивый кстати вот этот красивый он оливковый называется для разные травки я его вообще использовала когда вот последнее время дело он дает такой вот благородный оттенок сложной травяной его можно также красиво с другими зелеными как-то намешивать с ним вы можете сделать вот эти веточки которые на переднем плане вот так вот начать хотя бы это делать вот так я обозначу отлично давайте про затемнение теперь немного черного я добавляю на мои зеленые веточки которые в тени потому что нам нужно их с вами увести туда чтобы они не казались рядом с нами на переднем плане какими-то яркими их прямо туда поплотнее красиво кстати на фоне желтенького да вот здесь смотрится это веточка я чуть конечно может быть и больше распушистила чем там но мне кажется нам не хватает какой-то больше каких-то таких прорисовочек зеленых так и вот эта ветка она темная снизу поэтому здесь зеленый с черным перемешиваем и мягко наверху уйдем на более светлый где-то так 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 все теперь что касается большей такой яркости именно самих веточек коричневых я имею ввиду какой-нибудь красно-коричневый какая-нибудь сепия вот такая подойдет у меня это какой получается 188 такой фабр прям классическая какая-то такая сиена красноватая если вы вот это да пишут сиена он принципе более рыжий а вот это прям вот она по моему это идет в каких-то наборах еще faber кастоловских дем там аля там 6 цветов что-то такое знаете вот эти все разные коричневые красноватый черный белый вот вот такое по моему он такой прям классический красно-рыжий и не обязательно только вот таким красновато можно для яркости посмотрите если нужно будет еще вот какого-то оранжевого добавить а чтобы было еще ярче вон туда в эти наши теплые яркие моменты серединку можно еще например желтый взять тогда будет прям супер-супер ярко все смотреться и будет даже больше блеска а если уж совсем-совсем хочется еще больше блеска берем и в желтый добавляем туда белый получается яркий цвет но теплый в то же время про теплый и яркий больше бело-желтого точнее просто бело-желтый такой светящийся это тоже фабрик а стал вот такой что 3 я его добавляю на веточки на их окончании на вот эти вот светлые которые мы делали с ярким зеленым тут можно и перескакивать принципе с одного момента на другой я имею ввиду где-то зеленым поработали где-то желтым где-то с рыжим делаем по очереди принципе все что касается этих веточек веток не так много поэтому шанс что мы там как-то супер запутаемся он не такой небольшой на чуть-чуть света добавила парочку можно еще зеленых моментов каких-то поярче и поярче давайте прям какой-нибудь очень яркий возьмем чуть-чуть с ним вот так вот по добавляем это 64 бронзилл он действительно яркий такой где-то даже слишком он знаете такой получается насыщенный но сочетание и в попадании на уже готовые участки он будет только нам где-то немножко добавлять своей яркости потому что когда готовый слой у вас какой-то уже существующие то иногда недостаточно взять просто какой-то цвет который похож иногда нужно брать что-то более насыщенное чтобы перекрыть предыдущие слои еще один яркий зеленый вот пронзилл добавим и давайте посмотрим чего нам еще здесь такого не хватает наверное для каких-то углублений до более больше контрастности больше выделения чтобы было черным мелком можно либо черным карандашом самые плотные участки сделать еще темнее выделить этим яркий зеленый где-то можно даже на веточку немножко зайти так там да хорошо так ну что в принципе нормально пару бликов сюда хочу добавить и наверное наверно наверно все в принципе неплохо да как смотрится на светлое чуть-чуть там точечно белом всякие яркие яркие блики добавлю главное чтобы как снег не получился слишком много белого не добавляйте это будет казаться что там у нас снежок пошел ну что давайте будем делать лисичку начнем давайте с темных моментов потом светлее 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 и потом подробности из темного дам что можно с черным сделать давайте рассматривать у нас по краешку хвоста идет такой темненький контур мы не будем конечно черный до мешает сразу с рыжим нет мы сделаем все это через красного и через коричневого посредника просто чтобы у нас было так поярче по контраст не поэтому черного начинаем то же самое на лапке да вот где мы видим что есть темный на другой лапе присутствует и темная тень только наверное мы ее немножко помягче сделаем на другой лапе нос соответственно но сейчас найдем с вами точнее заново его восстановим ну да в принципе где-то где-то здесь пока что можно тоже без без бликов без подробностей что касается такой улыбочки нашей ротика у лисы можно попробовать сейчас всего уточнить тоже найти и глаз кстати ниже будет но сейчас с вами проверим да будет пониже здесь будет 1 его здесь будет другой а то я что-то там до этого перестаралась как-то с глазиками сейчас глаз большеват мы его в любом случае сможем уменьшить просто чтобы он был заметен до пушки пушки восстанавливаем у них тоже можем легко сделать темный контур тут рыжий рыжий пойдет здесь будет уже второе ушко у него контур довольно такой темный сейчас посмотрим если здесь у нас примерно окончание глаза и окончание уголка рта до по вертикали здесь же находится здесь сначала внутренняя страна ушка с которой справа кругленькая дальше серединку темную него можно показать справа его чуть-чуть так вот прогибаем показываем сторону дальнюю заднюю которая здесь видно и кстати глаз и как будто но не ниже мы про сверху его чуть с вами вот так вот уберем с рыжим цветом так нормально нос нормально все тут уже у нас ничего черного нет окей сделали сделали можно чуть уж когда только потемнее переходим на коричневый коричневый повторюсь какой-то тепленький возьмите давно не рисовала я с такими с карандаш карандашами он меня ведь сломался я его даже заклеила скотчем чтобы гриф поработал еще какое-то время вот так вот ну кстати он принципе ничего но можно и еще более какой-то теплый такой шоколадный цвет посмотреть поэтому прям какой-то тепленький берите а потом перейдем на что-то на что-то вот такое даже красноватая когда много карандашей вроде бы хорошо но все равно бывает что нет того самого нужного и самое интересное что еще периодически теряешь то что только нашел а вот кстати давайте может быть такой сейчас попробуем ну можно в принципе через вот такой коричневый чуть-чуть сделать главное чтобы немножко статьи красной базы такой вон был чтобы все это зеленый у нас будущем не уходила поэтому расширяем немного темную область то что мы нанесли с черным прям где-то на нее добавляем коричневый если коричневый недостаточно красный но и в любом случае чуть чуть вот такого красноватого наносим и его можно на хвосте в особенности вот так вот растянуть на фон с участком лапы то же самое можно прям красный добавить на черный они сами там сделают такой коричневый оттенок нужный нам чуть чуть красноватого на переднюю лапу можно замешать с коричневым если очень он в розовый уходит если бумага не абразивная у вас я имею ввиду не санелье вот это пастель карты не пастель мат клэр фонтейн не генсен мутен стач а обычная и не наждачка то тогда все это делаете точно так же просто меньше слой иначе вы не сможете потом добавить нужное количество рыжего белого желтого и так далее поэтому если бумага много слоев вы знаете что вас не выдерживает все то же самое делаете только более аккуратно тоненько но сейчас пока не покроем все это будет шуршать так сильно ничего не сделать зато лиса более красная становится пока что также красноватый есть у нас в оттеночках где наша ножка поворачивает можно сразу проследить участку спины сейчас еще немножко с тенями вот этим красно-коричневым проработаем и к мелку уже перейдем там будет более такая заполненная работа ночью вниз у меня мордочка опущена ну ладно пусть у меня нам ниже смотрят леса так вас красноватым тоже под участка мордочки то есть мы с вами как бы заранее все эти тени раскладываем оставляем пока что цвет бумаги а потом на недостающие участки мы добавим уже рыженький стоит сделать тени также которые находятся у нас здесь на шерстке так кстати ну ладно будет пушистый воротничок если у меня вот так вот идет белый здесь у меня тень здесь потом у нас пойдет вот так вот рыжий да то есть здесь тень идет такая коричневая то красная но на нее мы тоже зайдем с рыженьким будет посветлее сейчас более такой темный вариант мы делаем на случай перекрытия как раз предварительный получается так отлично так рыженький разные рыженькие давайте каким-то мелочком все-таки перекроем попробуйте самый плюс-минус найти похоже похожий на средний цвет шерстки то есть не самый яркий светящийся вот желто-рыженький да и не самый темный а какой-то насыщенный который мы потом растушуем и он будет нам как такой средний оттеночек основной его наносим мелком но немного опять же чтобы потом другие цвета туда поместились аккуратненько на оранжевые участки тоже вот здесь нам наверно точно будет нужно растушевочка для небольших участков сейчас такая красная леса у нас конечно получится но нам будет чем работать мы ее чуть-чуть поджелтим и осветлим поэтому везде где я нанесла сейчас рыжий при растушевке вообще каким-то до красного не становится это мультяшная леса получилось вот растушевая аккуратненько по контуру особенно там где стыкуются с теми участками которые мы уже сделали вот как деревом например вот что значит мягкий мелок когда много пигмента до чуть-чуть я просто прикоснулась нанесла во первых бумага сразу забрала этот цвет и столько прям пигмента сразу много-много так нашу ножку красно-рыжая леса просто получилось на лапы лапы знаете прям вот попозже сделаем когда ближе к дереву подойдем к нижнему сейчас их как бы тоже делаем но плюс-минус потом прямо займемся подробно все коготочки все что сможем там сделаем ну что основные участки красно-рыжие готовы давайте сейчас подумаем чем мы сделаем свет для участков точнее светлый цвет либо даже сказал для белого но это будут не цвета это будет просто заполнение цветом и лучше всего светло сереньким на который потом мы добавим белый суть в том чтобы сейчас у нас на лисе не осталось цвета бумаги чтобы все было ближе к нашему уже нужному оттенку поэтому там где будет белый я пока расставляю с сереньким цвета это будет тень на белых участков то есть это будет самый темный как бы из белого просто чтобы мы нашли форму форма воротничка вот этого белого в том числе пока что без подробности просто заполнение ровненько и таким цветом кстати оранжевый должен же быть под глазиком да вот вот так вот показан чуть-чуть где пойдет у нас светлый кусочек чуть подальше где-то он распространится на рыженький вот как то вот вот так вот хорошо кажется будто меня более длинные лапы до передние вышли да точно знаете почему потому что здесь угол светлого идет вот так ниже сейчас мне животик поправим то есть вот где-то здесь пройдет у меня животик и будет пониже соответственно участок у грудки чуть-чуть но заодно можете по пушисте сделаю будет неплохо вот так а то такая прям сейчас наоборот как будто меньше кажется можно чем есть ну ладно сейчас мы шерсть добавим и там какие-то вещи сможем докорректировать ну что теперь самый приятный момент будем работать с этой готовой базы и нашей довольно темненькой будем добавлять светлые моменты и заодно пушистить что у меня тут по цветам во-первых такой можно сказать классический оранжевый кстати вот не его я имела ввиду вот этот оранжевый в них два просто ну хотя принципе нормально вот этот фаберкаст и он ближе к такому знаете классическому оранжевому прямо апельсиновому оттенку 2 было меня чуть-чуть покраснее но вот я тут попробовала мне подходит то есть этот потом чуть более желтый это у меня малевич он желтый средний называются и скажем честно вот здесь у нас это выглядит как желтый хотя он кажется больше оранжеватый и он кстати очень мягко так ложится ярко и мягко и ярко и четко в общем классно по сонелье мне кажется они хорошо прям так дружат работают желтенькие которые понадобятся для более светлых моментов плюс какого-то сглаживания какой-то яркости и белый соответственно на вот белых участок тут поэтому что мы с вами делаем начиная с самого темного берем зону хвоста например мы здесь видим с вами что идет шерсть вот такими полосочками будем делать такой плюс минус плюс минус детализацию чтобы было реалистично но без супер безумного фанатизма кстати про вот здесь про рыженькие видите сейчас если на темный вот этот оранжевый приходит он где-то как будто бы что-то в зеленый нам цвет дает это плохо поэтому где идет сталкивание на таких крайних участках нужен более яркий оранжевый более уходящий в сторону красного чтобы не получалось вот каких-то зеленых примесей но можно и вот этим да в принципе пользоваться это оранжевый цвет идет тоже малевич он оранжевый как раз который в сторону красного и он нормально ложится на разных и черных и коричневых и вот этого какого-то зеленого такого грязного там не образуется так как не должно быть у нас соответственно зеленого до шерсти нашей оранжевой лисы а дальше все вот эти содержанием желтого мы их добавляем поэтому стараемся делать это тоже рядами небольшими маленькие штришочки самое главное важно чтобы у нас оставался такой вот пушистый след на бумажке чтобы бумага не была полностью заполнена каким-то пигментом для чтобы у нас оставался вот такой вот эффект такой мягкости когда у нас просвечивать предыдущие слои и кажется что такое вот объемное объемное изображение получается и 6 тоже пушистая это вот таким нашим первым оранжевым я сделала можно наверное еще чуть-чуть с крашками поработать с нашим супер оранжевым ярким он такой тоже безумненький безумный по цвету но здесь вот момент когда он может сработать и добавить нам больше яркостью прям он такой яркий яркий очень-очень на на некоторых моментах вам быстро посмотреть но здесь здесь то что нужно следующий слой это идет уже более светлый то есть большим добавлением такого желтого золотистого опять же видите я себе вот собрала этот набор с большим количеством таких желто-оранжевых это потому что у меня красный получился первый слой подложка если у вас подложка получилось более рыженькая то есть более подходящие к общему цвету лисы то все следующие цвета карандашей выбирайте просто не такие желтые да а тоже какие-то рыжие какие-то светленькие но белый там понятно таким же она будет и сейчас на какие-то самые тоже опять же светлый участке добавляю вот такой вот светло-желтенький и мы смотрим где у нас вообще этого желтого больше я вижу что его больше снизу да то и снизу прям ярче такой кусочек идет я бы сюда даже добавила еще более желтый осветленный вот он будет у нас работать как самый самый светлый цвет для рыжих участков где нужен самый светлый мы будем с вами его добавлять нормально хорошо все по цвету мне кажется давайте перейдем с вами к нашей ноге сейчас я себе даже покрупнее вы как сделаю и тут довольно обширная светлая область на которую я могу добавить желтенький прям вот так вот как мелок что как бы и хорошо в принципе в моревича до что они работают как мелочке том числе произошла небольшая трагедия сломался упал вот этот желтый пришлось вот его склеить что делать но ничего не поделаешь потом когда эта часть у меня вот такой маленький тут остался она срисуется можно в удлинитель будет засунуть как другие маленькие карандаши у меня белый так тоже кстати ломался вот этот про минус потому что если падают обычные карандаши то там конечно внутри они могут потом как-то трескаться до крошится когда вы их точите дети если падают то падают и но в это как как минус конечно есть плюс есть минус еще как всегда но вот это второй мой такой вот поломанный или третий и слушайте помыть белом и черном это уже было так но не будем о грустном здесь нам светлый участок нужно показать поэтому после светлой подложки я делаю еще один слой волоски вот так вот прям в разные в разные стороны веду обращаем тут внимание на длину волосков они здесь действительно довольно длинные опять нам понадобятся яркие все-таки яркий рыжий с ним я выхожу за фон это идет нижний участок там где цвет видеть он более в красный соответственно яркий оранжевый я сюда как раз могу добавить немножечко зайти на лапку на лапке тоже очень такое огненное свечение снизу насыщенное насыщенное яркое так возможно кстати нам нужно будет добавлять коричневые сюда сейчас посмотрим да нужно будет все-таки где-то в глубину добавлять вот типа что-то вот такое не хватает мне в итоге затемнение здесь нам ладно к этому мы придем тут совсем немножко немножко в принципе этих затемнений и то же самое как и с хвостом потому что у хвоста тоже есть более темный красный давайте как делаем сейчас вот с этими светлыми идем по всей лисе потом будем добавлять затемнение так как в любом случае понадобится это сделать теперь со светло-желтым вот все вот весь этот кусок да я делаю здесь я могу переключаться сверху вниз до держась и моих оттенков которые я выбрала и все больше потихонечку добавляем пушистости там где у нас идет изгиб здесь участок 6 становится меньше соответственно штрихи будут тоже более коротенькие более мелкие так мы их и добавляем хорошо немножко уходим вниз здесь можно со светло-желтым тоже проследить как идет ножка добавить небольшие детали силуэт чтобы такой светящийся по контуру у нас получился но тут кстати уже нужен не такой с белым а прям вот рыжий-рыжий снизу прям очень да очень она яркая насыщенное свечение получается где нужно будет темный оставлять стараемся оставлять с вами но повторюсь если бы будет не хватать ничего страшного мы к нему вернемся добавим промежутки какие-то темные участочки при необходимости да так это хорошо это хорошо на лапке немножко снова я возвращаюсь на их окончании а я вижу что там идет светлый оттеночек поэтому два желтых я сюда добавила по и сейчас наверное мы сделаем капельку тут попонятный переход от хвоста ножки и перейдем на белый с белым будем самые самые яркости добавлять так с этим куском здесь можно парочку знаете таких разнонаправленных отдельных волосков сделать еще чуть-чуть чтобы был более пушистый участок ну и по цвету конечно проверяйте чтобы мы очень не не уходили не в какой-то не в желтый не в красный чтобы был у нас похожий оранжевый оттенок и теперь с белым белый какой-то остро заточенной возьмите это самое главное и чтобы конечно он рисовал хорошо и оставлял белый яркий цвет у вас на бумаге если бумага обычная берите вот такой вот который мы уже показывали с вами белый уголь от кохенор у меня второй номер у него я не помню честно говоря в какую сторону идут более мягкие или более жесткий то есть там есть один два три кто из них кто я не помню надо читать в общем а если вы в живую будете смотреть но там на них подписано по моему если в живую то просто тестите и смотрите какой и более мягко рисует какой больше там крошится и прочего самый мягкий берете это если нужно будет перекрывать как мелком вот такого плана участке ну что кстати с белом можно и хорошо сделать свечение на лапках такие точечки-точечки какие-то еще немножко поярче слой это ближняя к нам лапка да она должна быть прям выделена выделено так даже чуть-чуть я с белым ухожу вот сюда на краешек да и то что вдалеке сейчас слишком ярко поэтому можно взять растушевку лучше растушевку какую-то с серым оттеночком и это затемнить чтобы переход был более плавный от белого к рыжему мы добавляем несколько светлых участков таких прям точечно волосков на рыжую зону соответственно ну чтобы по фактурке тоже все красиво похоже у нас смотрелось что касается белого мне кажется яркие волоски можно добавить вот сюда там где хвост присутствую да прям такие супер светящиеся контрастные и вот на бедро тоже тоже показать что они довольно длинные они идут там в разные стороны такие прям хаотичные вот здесь стремятся все равно да вот вот в таком вот в таком направлении и загнуться потому что бедро у нас округло и вот по форме они лежат но все равно они немножко где-то взъерошенные такие пушистые пушистые не переборщить нам тоже с участком светлого здесь так а я что-то прям вот переключилась на эти коготки потому что смотрю что мне там раз подойдет это белый хорошо в общем нормально так на бедро чуть-чуть добавили тоже белого длинные длинные волоски животик наконец сюда на животике не такой белый интенсивный можете в принципе с тем же белым работать просто не в полную силу с таким средненьким нажатием нам нужно показать что эта зона она менее светлая светлая но не такая поэтому только где-то вот в начале вот здесь парочку таких самых самых ярких тем более если она у вас как у меня уходит на участок дерева то не будет сильно видно вся вот эта разница ну что все переходим на основное тело на животик спинку так далее чуть-чуть такой легенький первый слой я причесываю с ярко-рыжим чтобы было больше яркости в дальнейшем когда на него будут попадать оттенки с большим количеством желтого сделали все и теперь даже схема у нас до единственное давайте обращать внимание на те места которые должны остаться темными поэтому сразу можно рядом с границами таких участков здесь например где идет тень от лапки надо будет наверное кстати опять сюда раньше добавить видите у меня ложится этот желтоватый на черный и на черный на коричневый слой который там есть и очень он зеленый уходит так здесь по контурам до граница где-то примерно сейчас пока что граница лица потом у нас идет тень потом идет довольно обширный кусочек вот такой примерно по величине где идет светлая зона округлая такая вверх там торчат длинные волоски потом переходит вниз опять темный небольшой промежуток и дальше здесь опять идут светлые участки вниз вниз вниз-вниз переходим сейчас посмотрим если очень какой-то он зеленый уйдет мой желто-оранжевый том и туда красно-рыжего добавим здесь объемчик тоже пошел и где в итоге у нас будет с вами нижняя часть спинки там цвета будут по контрасте поэтому там обязательно оставляйте темные места подложку вот эту мы там побольше белого в итоге добавим отлично ну что да давайте чуть 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 свет проведем порядок здесь где идет такой зеленоватый уход я добавляю туда снова красного оранжевого вот видите и какой-то намек на вот этот непонятный зеленоватый он уже нейтрализован еще разочек вот все то что мы проговорили добавляем больше света на светлый участок те которые темные пускай они светятся подложкой и они остаются к низу дата можно еще чуть-чуть по желте тоже непростой такой оттенок да главное нам не уйти какие-то крайние моменты красные и не сделать не желтый чтобы был прям вот какой-то удачный рыжий но на самом деле я довольна что на вот этой бумаге все таки я решил ее сделать потому что действительно добавляет пушистости какие-то вещи прям делает сама это удобно понятно что супер каких-то детализации на мордочке например у нас не получится но зато будет вся остальная часть тела пушистого лисе его очень и очень хорошо как-то идет за того что как раз вот такой вот абразив можно на более светлый уже перейти я думаю такими довольно резкими штрихами четкими потому что шерсть она становится более грубая на спинке плюс там есть такой вот характерный блеск и нам важно чтобы некоторые такие участки были более светлыми смотрю где у меня снизу света не хватает чуть-чуть небольшими штрихами поднимаюсь выше подхожу к спинке но там будем уже добавлять с вами именно белый что касается вот здесь такого воротничка уже мне кажется все здесь хорошо только только больше бы сюда нам добавить все-таки оранжевого а то очень уходит желтенький так если какие-то у нас будут небольшие нюансы по цвету то мы всегда сможем это с вами поправить я имею ввиду если больше в желтый больше в красный вот все вот эти моменты это можно будет сделать сейчас самое главное чтобы у нас появилась фактура а с ней мы сможем работать дальше и уже делать практически что угодно сейчас у нас должен появиться блеск на спинке ведем наверх штрихи также посередине спины сделайте несколько светлых участков и несколько прям очень ярких здесь потом переходим от спины к ноге можно чуть-чуть каких-то кудрявостей по захотелось немного подробностей на хвосте с таким вот свечениями небольшими что белый цвет конечно он всегда у нас будет за блики такие отвечать главное не переборщить хорошо хорошо давайте все таки пока мы это не забыли бордовые помните мы при бордовый с вами говорили мы его возьмем и чуть-чуть добавим где-то в глубину между белыми участками во всяком случае постараемся чтобы сделать более контрастно эту зону и что еще где-то еще может быть красненького не хватать если как бы у вас нормально то оставляйте так как есть если смотрите что и яркого и темного вот такого красновато бордового или красно-коричневого не хватает аккуратненько добавьте нет ничего страшного если мы снова к этому возвращаемся бывает что темные они уходят еще немножко сейчас я добре чешу скажем так нашу спинку более гладкой сделаю эту зону с белым и еще парочку каких-то ярких совсем которые выходят у нас за края парочку тоже подчеркнем бликов с белым цветом на нашей спине на животике и давайте перейдем к лапке точнее к двум нашим лапкам уже к передним что у нас тут с вами насчет ярко-рыжего оранжевого такого нужно будет чуть-чуть тоже добавить особенно вот граница между лапой и участком основного тела потому что там прям светящийся цвет такой происходит перекрываем переднюю лапу потом перейдем и тут прям аккуратненько тоже прям себе как-то максимальное изображение приближайте лапки наши передним с коготками их нужно будет тоже прорисовать на них поэтому тоже рыженькие яркие добавили и можно переходить на ближе к желтому оранжевый и тут показываем как все у нас уходит в сторону здесь волоски довольно длинные потому что это участок уже шея получается которая в грудку переходит тут получается в сам вот воротничок меховой у лисы и шерсть будет более длинная в нижней части лап понятно все становится меньше но вот еще наверху помимо того что она вот так вот поворачивает вот такой вот волной да она еще довольно длинная сверху потом становится короче короче и все немножко можно чуть-чуть там рыжего на дальнюю лапу в принципе и где яркие участки есть снизу лапок тоже делаем еще на более светлый перехожу очень он кстати ярко прям оставляет свой цвет хорошо как вот они хорошо начали сочетаться вот эти монолиты малевич и сыновья потому что если на обычной бумаги да он делает все таким мыльным немножко не ярким да то здесь за счет абразива прям очень хорошо он снимает вот этот цвет бумажка получается то что надо в отличие от например того же фабора такого оранжевого но это как бы и неплохо да поэтому уже поговорили это нормально что одни более жесткие другие более мягкие сможете всегда как-то подстроить под разные моменты необходимые снизу кстати не так много вот такого желто-оранжевого можно только чуть-чуть еще поярче окончания лапа потом и коготки туда добавим тут боковой какой-то коготок я вижу на дальней лапе слушай ну как интересно она стоит все таки да вообще сначала я не заметила и еще осветление делаем со светло-желтым все то же самое да на какие-то стараемся светлые добавить светло-желтый светло-желтый отлично нам пригодится самого низу там потому что цвет более такой разбеленный да не такой прям яркий яркий и где-то участке которые выходят на на само дерево там прям нужно будет попробовать сделать все это с нажатием потому что у меня тут слой уже какой-то плотный и так себе ложится я возьму поэтому сейчас вот так желтый нанесу нам сколько у меня получится кстати с тем же желтым светло главное разбеленным каким-то сделать участок справа от лапки и наша дальняя лапа на нее тоже там у нее видимо это оттеночек какой-то ну там как белый наверно как про светлая светлая часть но из-за того что она там в тени она выглядит более нейтральной я бы добавила туда желтый потом снизу кусочек чуть-чуть еще все это растушевываю и мне не хочется делать знаете очень вот эту прямую такую тень который там у нее присутствует на дальней лапе я постараюсь это как-то мягче все показать а то она вот такая прямая очень резкая мне хочется каких-то более мягких таких все-таки переходов вот поэтому не буду сильно у нее как-то какие-то резкие такие детали делать сделали сделали белый я хотела добавить до вывести сейчас давайте во первых чуть-чуть вот сюда светло-желтым границу мы сделаем между лапкой и телом у меня она плохо видно потому что не хватает где-то затемнение в тени поэтому сейчас добавлю снова здесь красноватого видите тут прям плотный такой кусочек более темный чем у меня немножечко я его затемню вот так и дальше мы возьмем белый белый пойдет у нас в чистом виде таком на левый край лапки а сверху я тоже добавлю белый но здесь мы попробуем более хитро поступить мне белый нужен для того чтобы эту форму сделать выделенную такую яркую яркую именно по потону а дальше возьмем какой-нибудь оранжевый и ее слегка вот так вот пригасим потому что цвет вот здесь наверху он не белый да не такой как на лапке вот так нормально и что еще а еще есть маленькие вот такие штришочки маленькие пушистости которые находятся на нижней части лапки а вот легко легко так подштриховываю и давайте парочку там тоже светлых точечно таких волосков так отлично снизу опять идет какой-то светлый кусочек легенько так добавляю светло-желтый на него легко легко и сюда же он у меня попадет на практически такой черный цвет будет такое легкое теплое свечение и снова добавляют туда белый немножечко вот так мы подчеркнули с вами контур лапы правда здесь еще одна такая подушечка сейчас я добавлю то мало мало пальцев получается у лисы хорошо можно еще немножко с белым вывести чтобы ярче было на фоне камней и какой-нибудь темные давайте возьмем с ним мы подчеркнем чтобы уж эта область была практически готова как идут там датки плюс-минус хотя бы сделаем потом там те конечно появится мы еще выделим эту зону но сейчас приближаемся какого-то финальному результату в итоге оказалось что не хватает где-то затемнения на лапе поэтому беру коричневый довольно темный довольно теплый с таким красноватым каким-то рыжеватым в себе и затемняю лапку снизу если недостаточно темная дальняя лапа можете то же самое сделать остальное в принципе у меня нормально но можно капельку на заднюю лапу тоже там затемнение чуть-чуть так принципе она выглядит хорошо ну что к самому нашему важному можно сказать мы переходим сделаем мордочку сделаем мордочку и воротничок красивый давайте смотреть как он там идет так вот закончилась наша задняя лапа и потом белые волоски видны на фоне темного цвета вот этого желтовато сероватого дальние лапы вот ярко-ярко можно даже взять какой-то яркий мелок белый мягкий план чтобы тут прям такой максимум был яркого цвета и скажем потом с карандашом распределить так теперь подчеркиваем форму всей нашей шеи воротничка главное еще не смазать вот все эти елки которые мы там сделали так чтобы разобраться вот во всей этой светлой области проще всего будет если мы начнем с участка носа и под ним покажем как идут щеки потому что там цвет довольно яркий светлый получается мы сразу делаем вот этот вот кругляшок наших счетчик потом он идет наверх и дальше мы показываем нижнюю челюсть как она там расположена ее тоже можно довольно ярко с беленьким выделить от нее шерсть начинает уже расти более длинная она прогибается вот так вот вниз заворачивается тут она становится более длинный так и видите вот эти кончики этих рядов таких прядей они становятся светлыми мы их с вами и на общем фоне показываем дальше снизу еще можно несколько прядей сделать так хорошо вроде бы по по направлению мы все сделали где еще у нас да мы можем сразу с вами светлые добавить это участок слева от носика заодно этим и контур носа делаем с вами более четким и от этой линии как бы оттягиваем штришочки влево вот так и получается такой выделенный носик еще надо будет чуть его пододелывать но уже ближе да он становится потому что нам нужно так ну что вроде довольно пушистенько можно принципе еще чуть-чуть распушистить стороны и капельку такой гладкости нам понадобится поэтому сейчас предлагаю взять вам какой-то не яркий белый какой-нибудь такой бежевенький у меня остался такой маленький маленький серо-бежевый карандаш бренда карандаш тот же который и вот вот этот был да вот такой вот он сам конечно по себе очень концентрированный но дело в том что просто цвет сейчас мне подходит я чуть-чуть его с беленьким вот так вот перемешаю и еще кстати для глубины тоже что нам будет очень хорошо мы возьмем растушевку какую-нибудь грязненькую с черненьким сереньким все могут такие и те зоны где находится у нас тень я их немножечко как бы увожу вот так вот там растушевываю чтобы там получился более такой темный ровный цвет до чем меньше будет контрастности подробностей и внимание этой зоны тем нам будет казаться что она находится дальше также из-за того что небольшой кусочек здесь у нас все довольно мелкая вы можете помочь себе растушевкой какие-то вещи сделать более конкретными например вот как идут у нас точечки от как из которых растут усы вот эта зона где-то взять темную линию поштриховать ее вниз за счет чего сделать тень на нижней челюсти от носика показать прямую линию который идет вниз сам носик да тоже поправить по форме мой например будет чуть-чуть повыше вот такой то же самое с глазками поэтому растушевки еще хороши тем что их можно использовать для каких-то таких совсем небольших поверхностей а потом если даже принципе зашли куда-то с ними не туда берете снова белый и с ним можно доработать все эти моменты то есть заново взять и вернуть где-то вот эту четкость яркость и получится вместе такое сочетание как надо и мягкого в то же время и четкого контрастного там где-то необходимо обязательно смотрите чтобы нормально соединялся рыжий участок и белый чтобы не было как будто эти зоны две такие чужие смотрятся друг с другом так насчет черных точечек давайте их аккуратно расставим вот таким можно намеком понятно что если вас очень мелко там все все может не получится рисовать но хотя бы примерно если где-то зашли опять же не туда взяли белом и управили чтобы чуть-чуть чтобы это было видно то же самое с носиком по форме насколько получится делаем его более четким туда ставим блик яркий главное попасть кто не попал как я то с карандашом можно скорректировать вот так вот форму потом когда вам мелком нанесли и куда-то нанесли другое место глазки кстати хочется сделать давайте сделаем это будет несложно вот по нашему контуру прям вот обводим черным полностью глаза учитываем то что слева глазик мы его видим как бы не полностью поэтому он меньше меньше будет и там есть яркий такой коричнево-красный цвет я предлагаю взять наш это супер яркий рыжий туда добавить то есть прям практически все что находится внутри черного контура закрасить вот таким рыженьким дальше нам останется черным сделать контур у самой радужки показать что вот она там где-то заканчивается намек тоже на смотря насколько попадете туда на зрачок и дальше берем белый лучший карандаш все-таки и ставим туда яркий блик если с бликом промазали даже с карандашом как я кто черным это поправляем один блик ближе к уголку у вас будет и один вот чуть подальше то есть к внешнему краю также можно слегка подсветить глазик который нас слева находится но учитывайте что там все таки в тени супер яркого блика какого-то там не будет ну вот примерно в таком состоянии можно оставлять наши глаза контур чуть-чуть даже еще поярче сделаем изначально вы можете больше как бы сделать контур а потом просто с помощью оранжевого карандаша взять и скорректировать форму до сделать ее например более острый более тоненькой зайти с оранжевым на черный и поправить этот кусок и тогда он будет вот такой вот изящный глазик хитрый у меня прям такая девочка получилось конечно и не всегда глаза увеличиваю понятное дело как как это не сделать на ну что осталось нам голова поэтому тут по той же схеме сначала чуть-чуть где-то рыженького добавляем чтобы цвет более яркий в итоге получился на ушках особенно посмотрим такие они светящиеся у нас яркие яркие внутри ушка обязательно помните где мы черным изначально все это делали так сразу можно показать как у нас идет шерсть каких направления как она переходит в белый цвет добавляем пушистости видите все таки меня она наверное будет более пушистая чем на самом деле а может и нет вот так вот стороны на фон переходим то же самое с волосками которые находятся на лбу у нас это мы сделали с вами можно подчеркнуть больше рыжего цвета рядом с глазиком добавить особенно если там какие-то пустые участки остались сейчас предлагаю кстати взять бордовый с его помощью немного скорректировать зоны там где идет тень вот так вот и где еще до где-то глубине ушка чуть-чуть чтобы вот этого красноватого было побольше доработать в принципе два ушка по контуру вот так вот пройтись тень в принципе нормально у нас смотрится сейчас можно только чуть ниже ее продлить и все и будем добавлять уже оранжевый который уходит ближе к желтому давайте сразу начнем с этого яркого и я буду смотреть волоски которые выходят у нас слева на участок тени их справа налево получается я оттягиваю чтобы они сразу давали мне и цвет и форму самую пушистую то же самое с ушком поставили где-то яркие участки где они идут так середине носика видите такой прям яркий яркий цвет светленький с желтым добавили его теперь у ушка потом если что мы перейдем с вами снова где-то оранжевый в общем добавим я посмотрю все вроде бы я вся грязная уже но размазала я не так сильно черный еще он остался еще заметен так больше яркого желтого на ухо да мы добавили по форме также сейчас давайте возьмем коричневый и немножко его уточним а то очень какая-то простая форма выходит в итоге яркие участки также с маленькой такой пушистой шерстью справа от ушка снизу идут ну и по росту да все стараемся то есть влево они влево уходят волоски с правой стороны уходят вправо выходим здесь на участок тени и опять же вот соединяемся с белой шерстью чтобы все у нас плавно переходила дорабатываем теперь оранжевый который выходит на фон какие-то можно прям по пушистей по длине и волоски сделать здесь в итоге у нас цвет должен получиться более ярким чем но понятно более светлым более ярким чем фон так что нужно будет добавлять нам всякие светящиеся вроде светло-желтых белых и так далее пока что правда вот с этим желтой рыжим работаем давайте к носику подойдем там немножко и фактуры и осветление не помешает больше такой светимости прям вот яркий до кусок под глазиком ярко-ярко делаем так такой момент с бровкой показали чтобы там больше выступала шерсть что еще ну давайте уже на светлый прям переходить на светло-желтый все что могли мы с рыжим мы сейчас сделали ну что пойдем давайте на осветление где света не хватает это светлые волоски в ушках и в одном и в другом так вот они центр уходят на правом ушки заметно до показываем самую структуру у кого-то немножечко таки блики снизу насчет света справа нужно обязательно добавить особенно если у вас сейчас это как-то с фоном сливается можно точечно несколько ярких вот таких полосков желтеньких которые общую форму рыжую сделают более светлый то же самое участок слева чуть-чуть подсвечиваем потом у носика видите участок слева идет у контура такой светящийся плюс вот эта зона переносица над глазиком да поэтому внимательно смотрим где светлые места не расставляем по объем не дам видите уже лицо стало мордочка точнее так что касается глазика под тоже немножечко светлее можно у левого глаза немного нужно будет зону переносица меня скорректировать видите у меня она такая довольно широкая посмотрим какой-нибудь коричнево бордовый довольно темная возьму вот так сделаю контур и принципе сама форма нос можно уточнить она не совсем ровная да если приглядеться и также по каким-то самым глубоким теня на мордочке можно пройтись право-то осторожно не обязательно все штрихи показывать хотя бы просто эти зоны нам наметить особенно где там у нас тень ушла где-то моё оранжевом перекрыли например вот в этих волосках чуть-чуть наверху сюда подходим кружку чуть чуть плотнее можно сделать еще тем справа несколько затемнений тоже таких для глубины по теням вроде бы все вроде все нормально давайте сейчас я смотрю нужно будет наверное все таки еще капельку мне где-то глазик опустить прикрыть его точнее немножко да вот так более спокойно мне кажется на смотрят и потому что у меня все равно они чуть-чуть высоковато подскочили глаза но ничего не сильно будет не прямо это сестра хотел сказать не прямо до веса а сестра это весы например все давайте на белый перейдем посмотрим где нам яркости нужно расставить на светло-желтый опять же то есть это внутри уши чуть чуть побелее подчеркнем поярче парочку каких-то волосков которые на контур у нас выходит ой то есть за контур на фон соответственно по мордочке знаете наверное чуть более такой спокойно ее сделать смягчу эту линию рта а то она у меня такая суровая немножко мне кажется подчеркнуть белом несколько глазков рыжих которые тоже в левую сторону уходит много правую сторону я еще с белым подчеркнула в принципе нормально лапку тоже чуть-чуть где-то свет особенно если его растерла судя вот вот этому всему до сто процентов где-то прям вот у меня все это попачкалось сейчас мы здесь дерево сделаем с вами это все заполнится давайте несколько усов таких тоненьких легких красивых начинаем соответственно из места откуда растут усы и потом немножко в сторону оттягиваем буквально парочку без фанатизма лучше сделать меньше чем у нас какие-то супер там широкие усы получится тут кстати тоже порастирала случайно да вот эту зелье но выглядит кстати нормально здесь эта мягкость неплохо она может быть давайте делать тогда то что у нас снизу в дерево и немножко другим способом сделаем а потом еще разочек все посмотрим какие-то вещи при необходимости дополним да я беру черный и здесь я уже с черным что сделаю сразу намечу какие-то самые темные участки вот эти изломы саму фактуру дерева и потом я тоже предлагаю вам низ мы немножечко так вот уведем такую дымку будет красиво будет прям такой вот эффект воздушной воздушной штуки будет мягкий мягкий фон поэтому двух зайцев так сейчас с вами сразу сделаем черным на контуре контура показываем потом это черный он нам достойно но где-то все равно останется его форма растушевку такой темный берите меня даже вот на каком-то зеленом нормально вот так вот распределяем получили мы с вами серый цвет соответственно за счет того что распределили вот этот черный который нанесли дальше можно еще слой сделать вот такой вот и уже не растушевывать для фактуры видите прям как заметно как все это крышится теперь берем коричневый 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 тоже какой-нибудь нейтральный вот как примерно на на фоне мы с вами делали особенно коричневого больше присутствует слева и справа нанесли давайте еще немножечко под затемним а дальше будем уже со светом работать даже где-то я предлагаю вот такого вот уходящего сыровато-синий чуть-чуть добавить потому что сложный такой оттенок все-таки там холодные там тоже немножко присутствует теперь сделаем прорисовку дерево светло такой розово-бежево я беру это ставила и и что это 1400 дробь 681 он того розовато-кремовые потому что теплое свечение на которые там есть она хорошо как раз с его помощью можно сделать и я и немножко показываю какие-то контуры и легкую фактуру не растушевываю соответственно ничего ну то есть предыдущие слои они как у меня были да они такими остались а с этим цветом я привожу к такой в такую форму уже более понятно плюс заодно добавляю светлые участки где-то наши коготки идут там же до зона нужно проработать и показать саму фактуру дерево поэтому этот цвет он у нас за все светлые участки будет отвечать тоже так плюс минус чтобы все было похоже стараюсь передать самом низу я думаю все таки мы сделаем с вами вот этот мягкий переходик такой чтобы он был плавный плавный поэтому внизу можно чуть-чуть даже вот оставлять где-то если что все вот движения которые вы сейчас делаете вот эти с контуром светлым они должны быть такие немножечко рваные как будто да такие немножко рубленые не пластичные потому что дерево она видите состоит из таких вот как раз с квадратными с острыми углами скажем так стыков вот где-то в сторону чего-то каменного вот 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 так вот да то есть все четкие контуры четкие линии немного рваные пластичные они могут быть но обязательно с какими-то четкими краями с углами и так далее и также мы можем где-то ориентироваться на ту форму которую мы уже с вами сделали например вот как у меня какие-то линии идут я добавляю светлый цветом на верхушку и и так далее и потихоньку получается что у нас вот будет складываться такое дерево с вами хорошо можно также несколько вот таких вот вертикальных перегородочек сделать потом еще темного добавим будет еще объемнее здесь у нас такой коричневый я кстати планирую что он у меня такой размоется уголок слева давайте контуров чуть-чуть с черным карандашом несколько подробностей потом сделаем подробности с белым и там уже будем смотреть скорее всего дерево уже сложится из-за того что мы слои не перемешивали особо не растирали которые будем до этого нанесены у нас такая многогранность по цвету до выходит если присмотреться то как будто там и какие-то красноватые и зеленоватые оттенки и так далее вообще много цветов выглядит очень интересно поэтому хороший хороший такой способ на это из-за фактуры конечно еще все получается потемнее какие-то промежутки обязательно делаем немножечко подробней деревяшку справа что касается наших коготков тоже проследите чтобы они аккуратненько вот так вот шли здесь какой-то помните мы с вами коготок находили это который как вот такой как большой пальчик у нас с этой стороны находится так и кстати какие-то желтые такие моменты я заметил вот тут типа на дереве поэтому давайте чуть-чуть добавлю для интересности всего этого так чуть-чуть белом особенно где-то по верхушечка чтобы больше насветилась и еще ярче наверно вот окончание это деревяшки справа вот так вот ярко нанесла мелок которыми экстра софт мягкий а более твердым я это все помогаю распределить а что касается мягкости мягкости про которые мы говорили давайте я по краешку чуть-чуть вот такого розоватого нанесу по самому низу а к нему в компанию давайте какой-нибудь теплый коричневый хочу чтобы цвет где-то вот с фоном чутка перекликался чтобы мягкий переход был и посмотрим может быть чего-то туда еще необычного такого добавлю где там был наш голубой почему бы нет и зато будет понятно что это дополнительное бы такой вот размытие и сначала по краешку можно соединить с фоном с фоном который наверху вот так вот растушевая можно также объединить с правой стороной чтобы мягко-мягко все переходила кстати чуть розового сюда в уголок это очень-очень голубой вот так мягко до перемешали чтобы дерево как будто вот у нас из тумана такого переходит конечно жалко что вот это деревянный кусочек слева у меня ушел но слушайте что поделать что поделаешь чуть красного для поддержания того оттенка который наверху чтобы лучше растушевывать счета только розового наше растение осторожненько мне кажется отлично то что надо ну что давайте смотреть в целом на всю лесу как мне нравится когда мы так вот деревяшка оттуда уходит поле сен да что может возникнуть какие моменты где то что теней не хватает поэтому проверьте может быть самый темный краешки где-то в них добавить портового либо красноватого чтобы они были более такие темные объемные где-то в серединке то же самое да можно чуть 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 поплотнее не бойтесь добавлять темный иначе светлый ну не будут такими светлыми рядом с ними и не буду заметно соответственно так остальное вроде бы все все хорошо может быть стоило конечно чуть еще светлее мордочку сделать но так в принципе она гармонирует со всем остальным и смотрится неплохо какие-то еще повыше волоски вот так по пушисте нашу лисичку ушки хорошо дано чтобы ее из нее не делайте люба я думаю такую гриву ей можно вполне оставить вот такая хитрая лиса у нас получилось так ну что я думаю считаем работу завершенной кто подписывает работу подписывая и на этом будем завершать наш урок я надеюсь что вам все понравилось мне тоже было очень приятно порисовать за окном такая красивая осень и у нас получилась яркая красивая осенняя лисичка пишите ваши комментарии обязательно и увидимся с вами на следующем уроке пока пока